Родственников людей, погибших во время пожара, Анатолий Пахомов принял в своём кабинете. Глава Сочи выразил свои соболезнования и заверил, что власти помогут в решении абсолютно любых вопросов, связанных с организацией похорон. Мы, прежде всего, как я и сказал, окажем полную материальную помощь по всем вопросам, начиная от тех процессов, которые связаны с гробом, с транспортировкой. И если понадобится для вас материальная помощь, мы тоже её окажем, вы должны нам об этом сказать, на все эти транспортные дела. Администрация города взяла на себя расходы по перелёту и проживанию родственников в Сочи. Также специалисты мэрии и курорта помогали в оформлении всех необходимых документов и сопровождали семьи погибших во всех инстанциях. Было предложено два варианта транспортировки тел самолётом или на автомобиле. Родственники решили воспользоваться наземным транспортом. Всестороннюю поддержку намерены оказать и родственникам других жертв пожара. Остальные родственники сейчас отыскиваются, ищем, связываемся с другими муниципальными образованиями, где проживали эти граждане. Поэтому в ближайшее время вопрос будет решён. Стали известны подробности о состоянии здоровья подростка, пострадавшего в пожаре. Мальчик выписан из больницы и уже находится дома. Жалоб на здоровье нет. Помощь оказались сразу. Была получена полноценная медицинская помощь. И своевременно был выписан. А я, жена приняли решение его быстренько отсюда отправить домой. Пожар в Адлере произошёл ранним утром. В понедельник за считанные минуты пламя охватило частный трёхэтажный дом. В результате погибло 10 человек. Ещё трое пострадали. Транспортировка четырёх жертв трагедии в Армению займёт сутки. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.